Мир вам, братья и сестры! Я рад быть сегодня в вашем собрании. Я знаю, что в вашем городе очень много церквей. Даже когда я ехал сюда, в Саут-Каролайн, увез моих жителей братьев. Я даже не знал, где я буду в собрании. Очень много знакомых, очень много друзей. Даже в белорусской церкви не сказал, что я буду там. Не всегда ждут, когда приеду в другие церкви. Много родственников моей жены в разные церкви ходят. Но по причине того, что в Ютике Дюорк умер, моей жены брат Майшурин и два его брата, они приехали на похороны. Хотя они приехали немножко позже, пока им открыли визы. И немножко скажу, братья и сестры, для нас такая наша жизнь. Их брату было 57 лет. Он был на собрании, был ашером, собирал деньги. Приехал домой после собрания. Это было воскресенье, 4 июля. Вышел во двор. И по всем данным кусила оса. Ему стало плохо. Он прибежал в дом. Говорит, для жены мне плохо. И через 10 минут ее сердце остановилось. И доктора его не спасли. Жизнь ушла. И это сегодня для нас. Мы можем, думаем, что мы много проживем. Очень много планов хороших в нас. Это неплохо, что мы планируем. Но если Бог нам не поможет, ничего мы не сделаем. Скажите аминь. Наша жизнь, она только в нашем Боге. И по причине этого я привез братьев. Еще одна причина. Моя дочь в этот четверг переехала жить в ваш город. Мы там остановились, ночевали. Еще будем определенные дни. Я не знаю, как она определится, где она будет жить, в какую церковь ходить. То их выбор, их трое маленьких детей. Даже первый день, когда они приехали, моему внуку, которому 8 лет, тоже оса вкусила и 3 раза. Ох, пищал и кричал. Когда как раз жена снимала на улице его, когда эта оса вкусила, раз, два, три, он так кричал, что, ну, я думаю, от осы больше были, чем на пчелы. Мне оса кусала, пчелы кусали, но оса кусает больнее. У вас, маленькие детки, не касали осы, не кусали? Кусали, правда, больно. Но видите, кого-то оса вкусила и нормально, кого-то вкусила, это был переход. Братья и сестры, мы не знаем, когда мы отойдем. Я сегодня говорю, для себя, для всех нас, мы должны быть готовы на всякий день. И если бы я сегодня задал такой вопрос, простой вопрос, жизненный вопрос для нас и для себя, если бы сегодня, в этот момент пришел бы Христос в церковь за нами, все ли были готовы или нет? Не хочу, чтобы вы поднимали руку. Вот проверьте себя, вот посмотрите в свое сердце, готовы ли вы встретить Господа или нет? Нет, если готовы эту славу Господу. Но если нет, перепроверьте свой личный жертвник перед Богом. Почему нет? Почему я не готов встретить того, который я люблю? Вы знаете, Бог всегда на стороне того, чтобы его народ, который однажды пообещал ему служить доброй, чистой совести, ходил святый пред Богом. Любил Божьи заповеди, соблюдал Божьи заповеди, любил молиться и всегда был услышан Богом. Всегда ли Бог слышит ваши молитвы или нет? Всегда ли отвечает Бог на наши молитвы или нет? Вы знаете, одна сестра из нашего собрания, она рассказала такое свидетельство, я живу в Баффало-Нью-Йорке уже долгое время, я пастором уже долгое время, там больше 20 лет. Понимаю вашего пастора, понимаю вашу церковь, всех переживаний за народ Божий, за все, все понимаю, сочувствую. Нелегко вы молите за ваших братьев, которые там впереди, им нужна поддержка. И вот эта сестра, которая рассказала мне после собрания свидетельства, ее была нужда. Обычно, когда нас нужны, вы знаете, мы как люди звоним, ищем пророков, друг друга спрашиваем, куда позвонить, правильный это пророк или неправильный. Братья и сестры мои дорогие, живите пред Богом так, чтобы вы лично получали ответ от Бога, скажите Аминь. Когда вы лично взыщите Господа, я уверен на 100% Бог обязательно ответит. Бог обязательно вам откроет, я не знаю как. Но вы получите ответ от Бога, если ваша жизнь будет правильна пред Богом. Эта сестра шла в собрание. Она имела большую нужду. Говорит, когда я пришла на собрание, внимательно слушала все собрание. От начала собрания. Было много проповедей, было много пропитых псалмов, были стихотворения. Говорит, ответа нету. Уже собрание приходит к концу, уже помолились молитвой отчинаж. Она говорит, я понимала, что скоро будут молиться за нужды и скажут с миром Божиим. Наверное, у вас так само происходит. И в это время, чтобы заканчивать собрание, я редко, когда читаю местописание, очень редко. И в то время Бог побудил на мое сердце зачитать один стих. Это был стих для ее. И когда я этот стих зачитал, когда люди стали в собрании расходиться, она идет ко мне и плачет. Говорит, брат Михаил, говорит, интересно сделал Бог. Говорит, у меня такая большая нужда. Говорит, у меня такая большая просьба. Говорит, никаких пророков не искала. Никогда не звонила. Говорила, Господи, дай мне ответ. Говорит, через этот стих я получил ответ. Слава Богу, братья и сестры. Если мы приходим в собрание, от начала собрания до конца, будьте внимательны к тому, что Бог хочет сказать для нас. Будьте внимательны. Я смотрю, вот столько деток сидит впереди. Я хочу, чтобы они тоже с этого детства такого маленького влюбились в Господа. Это обязанность родителей. Привить любовь их детей к Господу. Но самим надо очень сильно любить Господа. Очень сильно. Мои родители покаялись, когда мне было пять лет. И покаялись очень искренно. Мой отец, он очень любил пить когда-то. Очень много курил. Ее были уже плохие легкие. Когда он шел с работы домой, он сильно кашлял. И Бог коснулся. И Бог поменял. И Бог изменил. Я помню, с этого маленького возраста меня брали за руку и вели на собрание. Детки, послушайте, кто хорошо понимает по-русски? Пять, шесть, семь, восемь лет вели на собрание к моему дедушке. Кто был, жил когда-то в деревне, понимаете? И шли в собрание в воскресенье вечером и в среду, где-то в такой день, в десять часов вечера только на собрание. Когда коровы придут, когда они подоят коровы. Потом и шли на собрание. И собрание шло два-три часа. И сидел они на таких скамеечках, красивых, как сидим сегодня мы. Без спинки такие доски были. Знаете, такая доска на туборетках. Нигде не опиросься. Туалет выходить было нельзя. Хочешь воды? Там стояло одно такое большое ведро. Помните, и кружка висела. И все оттуда пили. Никто не болел, слава Господу. Никто в туалет не бегал через несколько там минут. И я так-так подрастал. И, вы знаете, улюбился Господа. Молодежи не было у нас. Наша такая семья, когда родители покаялись так сильно Господу, эти чувства, эту любовь стали приводить к Богу. И помню, мои 16 лет. Я очень рад, что я всю жизнь свою посвятил для Господа. И в 16 лет Бог на одной молитве проговорил ко мне. Говорит, что я тебя переселю далеко-далеко-далеко. Такое место, которым ты никогда не помечтаешь. Я никогда не думал о Америке. 79-й год. Когда-то буду жить в Америке. Я не думал. Но я себе задавал вопросы. Думаю, интересно. Интересно Бог сказал, далеко-далеко-далеко. Такое место, что ты не помечтаешь. Я понимал, что это не бывший Советский Союз. Где-то за пределы. Потому что такое место, вы знаете, через 10 лет. Бог это совершил в моей жизни. Слава Господу. И еще подмечу, когда нужно было ехать в Америку. Я сильно переживал. Я сильно переживал. Моя жена, она в семье одна, девочка и 5 братьев. Я понимал, что для моей тёжки это будет очень большой удар. Забрать единственную дочь. И увезти в какую-то далекую страну, неизвестную страну. 89-й год. Кто-то в 88-й приехал. Некоторые семьи мы ехали в 89-м году. И я с моим братом, другом, еще с нами был один человек, мы поехали на молитву. И что интересно, были мы в трёх местах, и нам всем было сказано троим. О переселении, о этих странствованиях, которые мы пройдем, где будем жить. В Италии жили, в Вене жили, в Австрии. И так Бог совершал в нашей жизни. Но одному брату не было ответа. И когда я приехал домой для своей жены, говорю, слушай, милая, по воле Божьей Бог сказал, что нас переселит. Я буду нести там служение, не знаю какое. Будет у меня очень много людей в моем доме, не знаю. Говорит, ну, так Бог хочет. Она говорит, ты хочешь в Америку, поэтому тебе Бог так сказал. Говорю, хорошо, поедем со мною. Ты не хочешь, то пусть Бог скажет тебе, что ты не хочешь, и те откровения были как бы не от меня, и мы поехали. И сразу к ней обратился Бог, говорит, о переселении, что нужно ехать, о служении, странствовании, которыми произойдет. И там было интересно сказано. И когда приедете на место, место там для вас готово. Когда мы приехали в Баффало-Нью-Йорк, когда самолет приземлился, с американской церкви, там были еще семьи, уже остоповичи тогда перед нами приехали, кто знает остоповичей. Выехали туда встречать нас. Из аэропорта нас привезли в дом, на квартиру, где стояла мебель полная, где был подключенный газ, свет и были наварены американская еда. И когда мы вошли, моя жена была беременна тогда уже восемь месяцев, я удивляюсь, что нас в Италии отпустили. Старшая наша девочка годик, чуть больше на руках. И вы знаете, сразу же нам Бог дал, чтобы где нам жить. Слава Господу! Слава Господу! Так делает Бог. Если Бог сказал, Бог исполнит. Но если мы будем ходить правильно пред Богом, братья и сестры, тогда Бог скажет, тогда Бог ответит, тогда Бог поможет. В трудной ситуации поддержит, а может и провести большими испытаниями и трудностями, чтобы проверить нашу веру, нашу любовь к Богу, насколько мы Бога любим. Хорошо Бога любить, когда все хорошо, правда? Когда все в нашей жизни получается. И мы вместе зачитаем в Откровении 3 главе 20 стих. Я бы хотел, чтобы проповедь наша не закончилась, чтобы мы посмотрели на себя, на нашу жизнь. Откровение 3 глава 20 стих, братья, включите. Я всегда люблю, когда мы читаем вместе, когда молодежь по-английски читает, запоминаем, может какие-то закладочки залаживаем и дома приходим и рассуждаем. «Се, стою у двери и стучу. Есть те, кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечеря с ним, и он со мной». Вы знаете, каждый раз, когда мы находимся в прекрасном месте в Доме Божьем, где присутствует Господь, всегда Бог стучит в наше сердце, чтобы нас благословить, чтобы нам ответить, чтобы нам помочь, чтобы нас поддержать, чтобы нас укрепить, такой наш Бог. Вы знаете, Бог любит нас. Я скажу, что Бог любит всех сегодня одинаково, своей сильной ицовской любовью. Не думайте, что вашего пастыря или братья, которые с ним на служении любят больше вас. Нет, нет, нет. Бог любит одинаково, желает дать всем спасение. Аминь, братья и сестры. Такой Бог. И Он открылся для нас. И мы по нашей жизни идем и нашему Господу служим. Иногда у нас есть падения, подъемы, спуски. Но когда мы держимся нашего Господа, Бог нас держит. Даже когда мы иногда можем споткнуться. И как хорошо, когда Божья рука нас держит. Когда мы лично держим Божью руку, эту руку мы не отпускаем. Тогда нам хорошо, тогда нам легко. Всегда держитесь Господа, чтобы не было в вашей жизни. Умейте, даже когда трудности, через эти трудности, когда даже, может, эти темные тучи накрыли вас, значит, что там выше туч есть наш Господь, Который слышит, понимает, отвечает, поможет и поддержит нас. Я такое одно свидетельство расскажу. Вы знаете, если Бог отвечает людям, которые далеки от Бога, тем более Бог ответит тем, которые Ему служат. Скажите, аминь, братья и сестры. Уже это было немножко давно. Моего босса, брата, друга, он умирал в Баффало, в раковой больнице. Там есть самая большая на Америку больница. Раковая, где приводят всех тяжелобольных туда, лечат от рака. И этот 40 лет человек, он умирал, доктора не могли ему помочь. И когда доктора увидели, что ему жить осталось очень мало, несколько дней, они сказали для жены, бери деток и будьте около папы. Будь около мужа. Ему осталось жить совсем немного. Разговаривать он уже, в принципе, не мог. Голоса издать он, в принципе, не мог. И так его жизнь потихонечку подходила к концу. И когда они находились вместе, жена и детки так просто сидели, плакали, видят, что скоро жизнь этого человека, такого близкого им, она закончится. И этот человек потом рассказывал сам, который уже должен был уйти. Говорит, я увидел, как в комнату вошел ангел смерти. Говорит, в таком страшном черном одеянии подошел ко мне и говорит, я пришел за душею твоею. Вы знаете, этот человек, он сильно испугался. Он слышал о Боге, но Богу он не служил. До этого не было уже разговора многие дни, он не разговаривал, но он закричал на всю палату. Закричал настолько сильно, что доктора все сбежались. Закричал, Иисус, я хочу жить и служить Тебе. Вы знаете, жена в какой-то страх пришла. Детки такие, подростки. Думают, может, папа так кричит, не понимают. Говорит, в это самое время явился радужком Иисус Христос. Стал около ангела смерти. Говорит, что ты хочешь? Говорит, я хочу жить и служить Тебе. И было сказано несколько слов. Я продлеваю дни твоей жизни. И вместо смерти прислаживай слава Господу. Поднял Бог его. Восстановил Бог его. И действительно, этот человек пережил Господа. Братья и сестры, нас Бог слышит. Нам Бог отвечает. Нам Бог помогает. Но нам нужно держаться нашего Господа всем нашим сердцем. Всем нашим сердцем. Книга Иисуса Навина, 1 главе, 8 стихе. Я просто напомню место Писания. Братья, включите. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Проследите. Да не отходится книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Еще раз прочитаем. Да не отходится книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности, братья и сестры, в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это Божье Слово. Насколько я его люблю, насколько вы его любите, вы знаете сами. Насколько вы любите своего Господа, вы знаете сами. Проверьте себя. Если любите, вы благословенны. Если исполняете, вы благословенны. Если Бог всегда преклоняет свое ухо к вашим молитвам, вы благословенны. Но если в жизни что-то не так, еще раз повторюсь, проверьте свой личный жертвенник пред Богом, горит ли он или он не горит. Или может только тлеет, или может он давно уже погас. Бог хочет тебя благословить, Бог хочет тебя брать в удел каждый день. Ты не знаешь, сколько ты проживешь на этой земле. Я не знаю, сколько я проживу на этой земле, но Бог хочет, если настанет этот день, чтобы ты встретился с Господом и жил с Ним вечно. Слава Господу! Вы знаете, поддерживайте все их братья, которые на служении. Поддерживайте их руки. Всегда в собрании будьте живыми. Когда нужно помолитесь, помолитесь так искренно. Я не говорю о таком огромных там криках в собрании. Нет. Я говорю о том, что вы молились, что Бог услышал вас. Вы знаете, Анна, она только шептала. Услышал ее Бог. Услышал. Был только шепот этих губ, только губы еле шевелились, и Бог слышал. Бог видел ее сердце. Бог видит и ваше сердце. И Бог хочет ответить на ваши нужды, на ваши вопросы, на ваши проблемы. Бог. И хочет спасти вас. Вы знаете, мы похоронили в четверг одну старенькую уже бабушку в нашем собрании. Ей 89-й год. И вы знаете, она очень любила меня и братьев, которые на служение. Всегда она уже, правда, на палочки приходила в собрание. Она всегда любила, когда я подойду и взять, и так сильно крепкую руку сжать. Она сильно любила. Когда она приболела уже очень сильно, когда ее дни уже шли к закату, я все время думал, надо посетить ее. Надо посетить, надо посетить. И как-то за этой суеты, как-то время отлаживалось все время. И наступила эта неделя, которой было это прошлое. И я думаю, как-то нужно посетить понедельник. Нужно, думаю, как-то с работы оторваться, чтобы найти время побыть в этой сестры старенькой. И звонит дочка, говорит, брат Михаил, мама уже, в принципе, не разговаривает. Уже, когда мы приходим с внуками, с детьми, уже как-то она безразличная. Приедешь, не приедешь, уже она, ну, в принципе, никакой реакции нет. Я говорю, хорошо, я постараюсь приехать. Я позвоню до своей жены, говорю, слушай, я оставляю работу, кидаю все. Собирайся, мы посетим эту старенькую сестру. Братья Иисусу, это очень интересное свидетельство. Когда я вошел в дом, вышла внучка, которая за ней там смотрела, там доктор как раз был, перевязку делал. Когда она услышала мой голос, она села на диване, она выпрямилась, на ее лице появилась улыбка. Когда я пришел в дом, сколько я там был с нею, она разговаривала, как всегда. Громко, бодро. Слава Господу! Внучка смотрела, не могла поверить с мужем. Что стало с нашей бабушкой? Уже она лежала многие, как бы время, уже не реагировала, в принципе. А жила, рассказывала о бедах, почему ее смерть приходит, гоноррена пришла. Встала уже в кровь, все пошло, она скоро перейдет. Я пообщался прекрасно с ней. Помолилась внучка, помолился муж, помолилась она прекрасно, помолилась, братья и сестра. Я помолился с помазанием Елея. И когда сказал аминь, она откинулась на подушку. После этого она почти больше не разговаривала, очень мало. И на эту неделю покорничку. Когда люди любят Господа, когда любят своих пастырей, они даже реагируют на их голос. Услышала только голос, что я зашел, и ожила, и укрепилась. Я не знаю, насколько вы любите своего пастыра, ваших братьев. Постарайтесь любить очень-очень сильно. Им тяжело. Им тяжело. Бог немножко поменял мои мысли сегодня. Я расскажу одно свидетельство. Очень важное. Очень важное. Вы знаете, в нас в собрании есть люди, которые исключены. И не один. За грехи. Я за то, чтобы церковь была чисто пред Богом. Но вы знаете, в каждой ситуации, есть ситуации похожие, но они разные. Они разные. В нашем собрании согрешил один человек нехорошим грехом, по возрасту еще молодой. И я собрал братьев, дяконов на беседу. Пригласил этого человека. Это пошло по церкви, разговор пошел. Люди стали знать. Он плачет, кается, раскаивается. Как поступить? Нужно сключать. Грех блуда. Его не скроешь. Можно что-то мелочь где-то, знаешь, как-то замазать. Его не скроешь. Плачет. Он прощения не просит, чтобы мы его помиловали. Нет, он просит, чтобы Бог его простил, чтобы Бог его помиловал. Я спрашиваю братьев, братья, а мы что будем делать? Ситуация очень серьезная. Должно быть наказание. Братья говорят, брат Михаил, ну ты знаешь, конечно, только сключать. Послушайте внимательно. Братья тоже послушайте. Я стал молиться. Очень редко, но мне открывает Бог. Очень редко. Когда такие сложные ситуации. Бог говорит несколько слов. Или снова идей не открывает. И по этому делу. Я стал молиться, говорю, Господи, я понимаю, нужно сключать по-человечески. Соблос такой пошел. Стыд такой пошел. Так стыдно даже. Мирские узнают, что они будут говорить о нас. Люди собрания ждут. Уже быстрее бы его сключили. Некоторые руки потирают. Так и хотят, чтобы было больше сключенных. Я за то, чтобы все были помилованы. Вы за это, братья и сестры? Чтобы все были помилованы. Я скажу, эти люди, которые сключены в нашей церкви, они в собрание не идут. Они в собрание не идут. Я годами жду, терплю, думаю, Господи, а вдруг они покаются в собрании. Но когда сключим, они не придут. Стыд не дает. Уже мы многих отступников похоронили. Они так и не вернулись к Богу. Не вернулись. И я услышал слово к этому человеку. Да будет помилована душа. А я понимал, что я его сключать не должен. А я обращаюсь к нему и говорю, к братьям, братья, я его сключать не буду. И он говорит, ты будешь помилован. Он стал сильно плакать. Это было беседа в моем доме. Он упал в зале. У меня сильно стал плакать. Сильнее плакал человек, перед этим он раскаивался. И я не понимал, почему так сильно плачет. Он поднялся, вытер слезы и говорит, братья, когда я ехал в дом пастыра, я дома молился. Господи, я сильно согрешил. Я принес позор и для семьи, и для церкви, и для всего. Я должен быть наказан. Но я хочу узнать, простил ли ты меня или не простил. Вот я каюсь, я хочу знать. Если пастыр меня помилует, я прощен. Если пастыр меня сключает, тогда я не прощен. Вы знаете, то, что он плакал, он благословил Бога, что Бог его простил. Слава Господу! Вы знаете, слава Господу за это. Если бы я его сключил, он бы, может, никогда не вошел больше в молитвенный дом. Но Бог сказал, да будет помилована душа. Разные ситуации, братья и сестры. Разные ситуации. Там была виновата жена. Я не хочу, при детях, много чего рассказывать. Не хочу об этом вникать. Я когда с женой стал беседовать, она стала так легкомысленно относиться. Я говорю, ты виновна в грехе мужа? Она была действительно виновна в этом грехе. С мужа, конечно, это не снималось. Он был неправ, не стоял на своем месте. Но она была виновата. Она и толкнула на это. Дай Бог мудрости вашим братьям. Все ситуации сложные. И они неоднозначные. Они неоднозначные, братья и сестры. Прежде чем что-то сделать, прежде чем обрезать или срубить, братья тоже берут на себе ответственность, в том числе и я. Я всегда за это переживаю. Очень легко можно срубить. Очень легко можно выбросить. А что потом? А что тогда? А что потом будет? Братья, пусть Бог вас благословит. Я за чистоту церкви. Я за чистоту церкви. И за то, чтобы народ Божий ходил в страхе. Грех должен быть искоренен. Но с Божьей мудростью. Скажем аминь. Иногда мы своей силой стараемся что-то делать и просто вредим. Вредим сами себе и вредим людям. Молите за своих братьев. Мы скоро помолимся. Я могу привести очень много примеров, которые были в моей жизни, где Бог действительно брал, будил и употреблял. Где Бог давал действительно свои откровения. Вот я одно немножко еще скажу. Возьму минут пять. Бог просто ложит на сердце. У нас в семье в одной было большое зло. Когда дети ехали с родителями в Америку, одолжили дети в родителей деньги. Там была малая сумма. Там было только 300 долларов. И дети сказали, папа, мама, когда мы приедем в Америку, мы вам эти деньги отдадим. Вы знаете, как старенькие люди, дети, им очень много помогали. Возили на опойтматы, возили всего. Так нужно. Дети должны помогать. Дети должны помогать родителям. Но родители ожидали, что им эти... Дети ожидали, что родители деньги отдадут, но деньги не отдавались. Это старенький человек, он любил деньги. Он говорит, эй, когда вы его дадите, мы 300 долларов обратно вы взяли в долг. Я думаю, для нас, людей, которые понимаем правильно, 300 долларов, то ничто. И ради мира нужно отдать. Потом нормальные родители все отдадут. И дома свои дадут, что останутся и машины. Так, отцы и мамы? Так. Я еще молодой уже в завещание сделаю. Если я умру, жена, все детям перейдет. И дома, и машины, и все, что есть. Но вы знаете, дьявол хотел навредить для этой семьи. В них было большое зло, большая ссора. Они не хотели встречаться, они не хотели видеться даже. И когда позвонил мне этот старый уже человек, говорит, слушай, брат Миша, нужно как-то разобраться. Нужно как-то решить этот вопрос. Я сказал, хорошо, я завтра приеду к вам, я побеседую с вами, потом с детьми встречусь. Я помолился, я поехал, они мне рассказали про эти деньги. Я понимал, что это такая маленькая сумма, и просто идут в ад. Одна семья, и вторая идет в ад. И я сказал для этих стареньких людей, что я завтра встречусь с детьми вашими, а потом уже, ну, дам какой-то ответ. Что я могу заранее сказать, когда я не знаю, что скажут ваши дети? Я позвонил по телефону, сказал детям, что я завтра к вам приеду после работы. Они сказали, брат Миша, можешь не приезжать даже, все будет бесполезно, а мы столько много делаем, мы их возим, мы все-все-все, они за этих 300 долларов, и что нас достают, даже не приезжать, ничего не будет. Я сказал, я все равно приеду. На следующий день я пошел с работы, я умылся, я стал молиться, говорю, Господи, ты разреши этот вопрос. Погибают эти две семьи. Прежде чем я пойду, иди впереди меня, если я пойду сам, без тебя, я и возвращусь безрезультатно, но ты пойди впереди меня. Вы знаете, очень интересно, Бог говорит, возьми 300 долларов своих. Я с большим таким желанием беру 300 долларов, думаю, если даст Бог, значит, 300 долларов будет мир, это победа. Мне не жалко там 300 долларов. Я взял деньги и поехал. Целый час я не мог уклиниться в их разговор. Я не мог просто уклиниться. Дети, да они, да родители, да они должны нам насколько больше, а мы столько бензина на их палим. ну понимаете как. Это правда, они много времени это всего тратили, действительно. Я говорю, погибаете, они погибают, отдайте деньги, ином деньги не отдадим. Я провел долгое время в беседе, потом говорю, знаете что, я имею 300 долларов. Вы должны их взять и занести как от себя. Сказать, вот папа с мамой вам этот долг. И сразу первый вопрос, чьи это деньги, твои или с церкви? Я говорю, мои, от семьи. Стало стыдно. Им стало очень стыдно. Дочка говорит, и вам было не жалко 300 долларов своих принести, для нас верно, совсем не жалко. И Бог, свидетель, было совсем не жалко. Говорит, ты возьми и занеси и сделайте мир. Дети говорят, но деньги ваши брать не будем. Мы завтра поедем к родителям и этот вопрос решим сами. Они поехали к родителям и решили этот вопрос. Родители сказали, ладно, детки, 150, отдавайте и хватит. Они тогда примирились. И прошло примерно полгода, и мы сидим так, и я рассказываю, где-то такое свидетельство, моя жена в шутку говорит, вау, ты взял 300 долларов, мне не сказал, так улыбается. А я говорю, Бог не сказал, спросив жены. Бог сказал, возьми и иди. Слава Господу. Но вы знаете, то была проверка для меня, братья и сестры. Если бы я пожалел, ну, было бы всего, что я поехал бы. Бог у меня проверил, мою искренность, то, что я это искренно делал, Бог сделал мир, и мои деньги остались при мне. Слава Господу. Дай Бог, вашей церкви, быть сильными, как никогда. Вашим братьям, быть в особом помазании пред Богом. Иметь силу от Господа. Иметь ответ и от Господа. Чтобы они лично чувствовали и знали ответ от Бога. Каждый у нас, когда у вас нужда. Я знаю, что Бог будет отвечать. Бог будет всегда давать свой ответ, когда нужно. Если будет поддержка. В церкви для пастырей. У меня такая есть проповедь. Один за всех, все за одного. Когда мы жили в Союзе, такой девиз был. Кто с Большой Святой Святой? Помните, один за всех, все за одного. Это в церкви так. Все за пастыря, пастырь за всех. Аминь, братья и сестры. Давайте мы за это прекрасное богослужение возведем нашему Господу поклонение и славу. Аминь. Аминь.